Мы считаем, что армия это есть нынешнее современное рабство, такая форма. Конечно, существуют какие-то альтернативы, вроде гражданской службы, когда вы идёте в больницу или ещё куда. Возможно, это есть те самые социальные блага, социальная политика, о которой постоянно говорят правительства. Но, тем не менее, в данный момент такой призыв в армию превращается в борьбу, где побеждает самый слабый, самый страшненький, самый худой парень, который, о боже, не пойдёт служить, как ему хорошо. У меня есть много знакомых инвалидов, и на самом деле их действительно радует мысль о том, что они не пойдут служить в армию. Они действительно отчасти становятся рады тому, что они инвалиды, они чувствуют какое-то преимущество над обычными людьми, которые бегают, мучаются. У меня есть знакомые, которые в данный момент находятся в армии, и они там не служат, они просто лежат в больнице, страдают пневмонией, потому что условий в армии абсолютно никакие, ужасно. И наша акция как раз-таки посвящена таким людям, посвящена и людям, которые против призыва, и тем, кто просто боятся прячутся где-то по своим квартирам. Мы можем сказать, что всегда есть выход. Нужно выходить и бороться за свои права, за то, чтобы не служить. Не спеши. Ваши мероприятия, незаконно, незаконно. Вам придется... Какое мероприятие? Это просто контейнер. Не просто на контейнере это стоит, это мероприятие. Ваши мероприятия согласовываются кем-то? А, в каком мероприятии, так, в контейнере на улице, это, типа, мы же согласовываемся. Что вы здесь делаете? Пройдемте с нами. Да, пойдемте. Можно вещь опять, пожалуйста? Да, возьмите, вещь. Спасибо.